Согласно уставу области, глава региона ежегодно отчитывается перед парламентариями. Это событие должно было состояться еще весной, однако из-за эпидемиологической ситуации заслушивание отчета было перенесено на более поздний срок. Тем не менее, депутаты отнеслись к изучению текста отчета внимательно. Мы понимаем, что именно работа по всем направлениям промышленности, промышленности предпринимательства, инвестиционной политики с федеральным центром, привлечения федеральных средств по многим проектам в 2019 году отдало хороший запас прочности и возможности уже в 2020 году, в период пандемии. Структура региональной экономики стала более диверсифицированной, опирающейся на множество различных отраслей и ориентированной на глубокую переработку, производства конечной продукции. Во многом это помогло региону избежать катастрофического падения производства и зарплат в период пандемии. Отчет, конечно, объемный, и наш депутатский корпус активно работал с правительством по решению социальных проблем в 2019 году. Конечно, безусловно, сейчас пережив этот тяжелейший 2020 год, мы понимаем, что это были райские времена, хотя в 2019 году, конечно, примерно на начало года у нас были очень большие проблемы с обеспечением лекарственными препаратами. Не хватало бюджетных денег, к концу года нам удалось добиться от правительства, все-таки, чтобы эти дыры были закрыты. Сейчас на данный момент уже в этом году практически по всей линейке обязательных медицинских бесплатных препаратов деньги в бюджете есть. Не все восприняли отчеты ситуацию с его задержкой адекватно. Кто-то, оценивая текст, сравнивал его с делами. Кто-то больше напирал на формальности в ущерб интересам региона. Отчет губернатора проходит непростое время и для Ульяновской области, и для Российской Федерации в целом. Но, тем не менее, я считаю, что отчет проходит несколько запоздало. На дворе уже 2021 год, а вот мы ознакомились только за 2019. Говоря о 2019-м, депутаты невольно сравнивали его с 2020-м. Пандемия перевернула с ног на голову многое в стране и регионе. Однако многое из того, что сделано было тогда, позволило пережить этот год. Ну, нужно сказать, что очень трудно сравнивать год 2019 без сравнения с годом текущим. Но, тем не менее, мы помним, что в 2019 году, как положительный момент, безусловно, стоит отметить низкий уровень безработицы. Мы помним, что это порядок 0,4-0,5%. Губернатор отметил, что по некоторым параметрам, начиная с 2019 года, Ульяновская область не утратила темпов развития. В частности, это касается дорожной отрасли, отрасли транспорта и инвестиций, которые так или иначе к ним привязаны. Не могу не обратить ваше внимание на транспортные комплексы дорожного хозяйства. Приоритетными задачами, поставленными на 2019, 2020, 2021 год, в транспортном комплексе является создание условий для развития транспортных предприятий, для повышения качества и доступности услуг для населения, повышения уровня безопасности дорожного движения, развития транспортной инфраструктуры, внедрения интеллектуальных транспортных систем. Спасибо огромное за внимание к этому вопросу Дмитрия Николаевича. Андрей Николаевич, спасибо. Потому что я напомню, что в 2019 году мы смогли, при всех сложностях финансирования, приобрести 100 автобусов. Было начато в прошлом и продолжено в этом году обновление пассажирского транспорта. По улицам Ульяновска ходят новые трамваи. Заменены автобусы средней вместимости. 2020 год показал, что сделанное в 2019 помогло пережить 9 месяцев пандемии. Время сейчас сложное, но депутаты и правительства готовы работать на благо региона. Отчет губернатора принят к сведению. Павел Половов, Юрий Конихин, Новости Уллправды ТВ.